Помидорная Таплка Томата уже не просто намекает о скором листинге, а конкретно говоря, что 31 октября пройдет ТГЕ. Лично я сомневаюсь, что это будет именно 31 числа. Предполагаю, что под различными предлогами будет какое-то смещение по датам, для того, чтобы дополнительные движухи навести. Возможно, какой-нибудь премаркет запустят. Но, в принципе, не столь важно, ошибаюсь я или нет. Факт заключается в том, что листинг пройдет уже совсем скоро. В этом видео поговорим про то, какие обязательные критерии необходимо сделать для того, чтобы попасть под дроп. Какие необязательные критерии есть для того, чтобы получить дополнительные множители. Что нужно сделать для того, чтобы получить 100% токенов на ТГЕ. Да, скорее всего, те пользователи, которые не выполнят вот эти самые необязательные условия, будут получать токены согласно определенному графику разлоков. Иначе говоря, в Вестингу. Те пользователи, которые не залетели в эту таполку, имеет ли сейчас смысл залетать в этот последний вагон? Если да, какие ресурсы, что нужно сделать для того, чтобы попасть в этот самый минимальный критерий? Об этом в таком быстром формате сейчас поговорим. Для тех, кто не в курсе, то маркет это не совсем обычная таполка, сделанная для того, чтобы там просто аудиторию собрать и рекламу в ней попродавать. Это проект, который планируется интегрировать в BitGet Wallet. Именно BitGet Wallet в свое время, в начале лета, занесли сюда порядка 5 миллионов долларов вместе еще с одним фандом. Как вы знаете, BitGet Wallet находится под крылом у биржи BitGet. Ну и логично, что листинг пройдет именно вот на этой самой бирже. Если у вас по какой-то причине нет аккаунта на этой бирже, регистрируйтесь по ссылке, которая есть в описании под этим видео, для того, чтобы получить максимальные торговые скидки на комиссии. Я о данной таполке узнал в начале июля, 4 или 5 числа. Узнал от менеджера биржи BitGet. Она попросила меня заанонсировать эту историю. И что мы имеем? Что BitGet Wallet будет интегрировать свой продукт в данную историю. Даже они грант здесь побольше, он написан, получили. Что из себя там маркет будет представлять? Наверное, многим вообще абсолютно не важно, но на мой взгляд это достаточно круто, что это будет, если в двух словах кратко сказать, премаркет-площадка, конкурент Вейлс Маркету. То есть различные цифровые активы на ней внутри BitGet Wallet можно будет приобретать. Поэтому есть надежда, что этот токен не соскамится сразу после листинга, а его какая-то более интересная история будет ожидать. Но в любом случае, время покажет. Если вам интересны не только таполки, но и таполки в том числе, какие-то другие способы заработка, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Я думаю, здесь что-то интересное для себя найдете. Также вы можете попасть в наш бесплатный торговый канал. Особенность данного канала, помимо того, что он бесплатный, заключается в том, что мы не сидим в сделках какое-то длительное время. Зашли в сделку, забрали какое-то небольшое движение, вышли, зашли в другую сделку. Посмотрите, это отчет за неделю, 35 сделок, здесь 46 долларов забрали, здесь 15, 249, 130, 43 и так далее. Для того, чтобы попасть в этот торговый канал бесплатно, нужно выполнить лишь одно условие, быть нашим рефералом на бирже. Подробнее по условиям вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Ну и возвращаемся к теме этого видео, к томатам, к этой таполке. Что имеем на текущий момент? Имеем следующее, что для того, чтобы получить дроп, необходимо соответствовать определенным минимальным критериям. Если зайти в раздел Airdrop, посмотреть roadmap TGE, видим шаг номер один. Вам необходимо добавить эмодзи помидора в свой ник Telegram. Делается это просто, заходим в настройки, в имени, добавляем эмодзи помидорки. Дальше жмем в задание и проверить, если там быстро не прочекивается, подождите минут 10, 20, 30, после этого задание засчитается. Шаг номер два. Для этого необходимо иметь минимальный уровень бронза для того, чтобы этот минимальный уровень получить. Но я думаю, если вы тапаете плюс-минус длительное время, вы этот минимальный левел получили. Если вы на текущий момент еще не тапали или какой-то минимальный уровень имеете, для того, чтобы бронзу получить, вам нужно иметь порядка 100 звезд внутренних томатовских. Теперь, как их там заработать, что нужно будет сделать, чуть дальше скажу. Обязательно в порядке подключить кошелек BitGetWallet. У меня вот здесь, видите, галочки стоят. Давайте сюда, если перейдем. Просто я подумал, почему галочка не стоит, но здесь вот задание стоит как выполненное. Обратно вернемся в этот раздел. Обязательно нужно будет подключить кошелек BitGetWallet. Если у вас это задание не выполнено, вам предложат его скачать. Скачивайте. Рекомендую на кошелек, на адрес тона, закинуть, ну как они там пишут, 0.01 сотую вроде можно закинуть. Но я один тон на всякий случай закинул. Возможно, это будет иметь какую-то важную роль. И есть четвертый шаг, опциональный. Если у вас ранг ниже голд, то у вас этого шага отображаться не будет. Если мы перейдем, что видим? Премиальная медаль To Market. Написано, что только 200 тысяч пользователей могут стать обладателем этой медали. Данная медаль дает множитель на ваше распределение. То есть какой-то дополнительный бонус, то есть большее количество токенов получим. 100% токенов будет разлочено на листинге. О чем это говорит? Что остальные пользователи будут получать токены согласно определенному вестингу, то есть графику разлоков. Я знаю, что те, кто инвестировали не на уровне фондов, а более ранних, более поздних, так сказать, раундов инвестирования, разлок имеет 20% на ТГИ и 20% в последующие 4 месяца. Но я надеюсь и предполагаю, что у тапочков будет более щадящий разлок. Помимо всего, бонусный множитель в To Market. Здесь какая-то информация будет дополнительно объявлена и какие-то еще больше преимущества. То есть когда больше написать нечего, давайте напишем вот так. Значит, купить эту медаль, если у вас есть голда, уровень, можно либо за 250 звезд, либо за 1 тонн. Если дешевле и выгоднее покупать за звезды, на фрагменте 250 звезд у нас обходится 0.75-0.76 тонна. В принципе, я думаю, вот понятно. Если вдруг не знаете, как на фрагменте покупать, очень просто, да, fragment.com, сюда коннектите свою телегу, коннектите свой кошелек тоновский, на котором у вас есть тонны. Переходите в раздел Stars, указываете количество звезд, минимальное вроде бы здесь 50, да. И, соответственно, указываете юзернейм, на который вам нужно эти звезды получить. Ну и, соответственно, нажимаете купить. Так, это вроде самый дешевый способ покупки звезд в Telegram. Теперь давайте, наверное, перейдем. И вот мы уже немножечко затронули тему новичков. Давайте переключимся на абсолютно новый аккаунт, если вы только что зашли. Так, я переключился на второй аккаунт. Здесь, можно сказать, практически никакого уровня нет. Вот первый уровень Clay 1 разблокирован. Скажу следующее, да, давайте в уровни перейдем. Для того, чтобы минимальный уровень получить, уровень бронза, то необходимо вам потратить порядка 100 звезд. Может быть, 100 с небольшим. Как эти звезды получить? Ну, наверное, самый простой способ, если у вас есть какая-то ферма аккаунтов, или там куча друзей, или не куча, раскинуть им ссылки пригласительные. Да, вот заходим в раздел друзья. И, соответственно, нажимаем пригласить друга, берем отсюда ссылочку. Им достаточно просто законнектироваться, запустить приложение, и реферал будет вам засчитан, и у вас будут добавлены вот такие внутренние звездочки. Помимо всего прочего, там можно там в игры играть, помидорчики собирать. Каждый день чекинятся тоже какие-то, за это реварды в виде звездочек будут. И вот такой для начинающих есть бустер томата для начинающих. Вы получите 5 звездочек, 50 тысяч томата и 5 спинов за 25 звезд. 25 звезд, это у нас получается, так, если 50 звезд, это 0.15, да, 75 центов, получается, ну, меньше 40 центов. Вы можете потратить, тоже определенный базовый буст получить. По умолчанию тоже какие-то фриспины даются. Так, посмотрим, что-нибудь здесь будет со звездами. То есть, посмотреть, постараться максимально дешево получить дополнительные звезды. Если уж совсем никак, да, то есть, можно покрутить там спины за звезды. Но есть еще более такой простой способ. Можно эти звездочки купить. Вот этот раздел звезды. Вот здесь через 5 часов 16 минут будет обновление. 200 тысяч звезд доступно. Так. И у нас там по цене получается 15 звезд мы покупаем за 50 томатов. Насколько целесообразно будет затрачивать какие-то ресурсы, время для того, чтобы бронзу 4 получить. И какие будут реварды, если учитывать, что будет обязательный ТГЕ, обязательный Вестинг, извиняюсь, что какой-то график разлоков. Ну, это под большим вопросом. В самом деле, мое мнение, тапать надо было начинать раньше, а в последний вагон запрыгивать, если уж это только, так сказать, по приколу. Вернуть в основной аккаунт. Так, с новичками разобрались. Теперь для тех, кто уже тапал, но по какой-то причине не прокачивал свои уровни. Если вы там копили звезды, в обязательном порядке прокачивайте. Вот сюда у меня Даймонд 1. И у меня пишет, что, так, если зайти в график уровней, что вы в топ-1 пользователей. Я буду прокачивать Даймонд 1 до минимум Даймонд 2. Возможно, и повыше прокачаю. Сейчас вот 162 монетки. Прокачиваем. Так, 162 монеты использовано. Осталось 426 монет для того, чтобы на Даймонд 2 перейти. Ну, я это сегодня, разумеется, сделаю. И сделаю это путем вот этой самой покупки монет. Также, как я говорил, для новичков, и не только для новичков, вот здесь, если кликнуть на конвертик, есть дополнительные опции, как дополнительно вот эти самые звезды получить. Это приглашать рефералов. Здесь счетчик постоянно сбрасывается. Брасывается максимум мы можем получить 45 звезд томата. За троих 7 звезд. Также за пятерых дополнительно еще 15 звезд. Еще 5 пригласить 13. Еще пятерых плюс 10 звезд. В принципе, тоже реально. Это такой бесплатный, либо условно бесплатный способ по приглашению рефералов. Сразу хочу сказать, у меня Даймонд 1. Я сюда задонатил, ну, порядка, наверное, 20 тысяч, может, 20... Ну, где-то 20 тысяч звезд, наверное, чуть поменьше. Тогда не было покупки звезд. Я фри спины крутил, и не только фри. За деньги вот такого формата за 190, да, там я крутил. Сейчас покажу, как это выглядит. За 190 звезд я покупал спины, и вот, как правило, там попадает какое-то количество томата, какое-то количество звезд. 47 звезд и 394 тысячи томата. Что будет с этими томата, неизвестно, непонятно, да. Вот здесь пишут, что награды тон. Вообще ни разу не видел, чтобы у кого-то тонны выпадали. Если у вас что-то выпадало, да, напишите. Будет очень интересно услышать, увидеть. Ежедневные чекины совершал. Рефералов, как я говорил, у меня немного. Порядка 200 человек. С этими рефералами, с ежедневными чекинами и прокачкой за звезды. Вот я до Даймонда добрался. Если посмотреть, всего уровней у нас, последующий уровень, еще есть уровень 9 и уровень 10. И на каждом уровне есть еще подуровни. Конечно, чешется мне до 9 уровня прокачать. Посмотрю, буду ли я это делать. В целом, предполагаю, что, по крайней мере, на текущий момент те донаты, которые я сделал, эти реварды окупятся. Ну, как-то вот, в таком ключе, без глубоких погружений. У меня, кстати, еще 163 вот этих игры помидорные. Наверное, сегодня кого-нибудь из детей посажу, чтобы они поигрались. Думаю, так же имеет смысл этим позаниматься. Также вот сегодняшний пост в их официальном канале. Что-то маркет выходит за рамки просто игры. Внешне что-то большее. Поля готовы, ставки высоки. Скоро вас ждет совершенно новый способ разблокировать, увидеть и увеличить ваши тона. Что будет, ждем, ожидаем. Как только будут апдейты, я их обязательно в телеге у себя размещу. Поэтому подписывайтесь. В самом деле, тамаркет мне какую-то надежду в то, что здесь не будет какая-то скамная раздача, вселяет. По причине того, основной причиной, то, что это все-таки действительно, как я в начале видео сказал, это планируется, что это будет действительно какой-то рабочий продукт, находящийся под крылом у BitGet. Надеюсь, они какой-то швырок не сделают. В общем, верим, надеемся, ждем. Опять богатеть. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok